итак ребят всем привет вы просили делать видео отчет с первого открытия скопа к сожалению приехать со мной приехать не смогли работа блин какая может быть работа воскресенье ребята представляете а вот семья семьи которые хотели для ветерок извиняюсь не приехали только один приехал в общем сейчас время уже обед с одной деревне мы приехали немножко там шмурдика накопали что накопали сейчас вот прикрепляю смотрите внимательно и так ребята решил вам только сейчас заснять была у меня царская пол копейки вы спросите ну царская чушь ты ее не снимал но пол копейки не означает что 1 2 копейки я имел ввиду то что это пол копейки вот такой вот обрубыш это в основном залоговые монеты как вы знаете раньше не писали расписки а вот билию так вот монеты пополам или же разменная монета но при николай как бы разменных монет было много вот я считаю что это дарственная или расписка а покупки какой-нибудь изделия одна половина продавцу оставалась другая покупателю ну я вам вот такой вот сюжет приготовил надеюсь она целая не как эти советская монета 2 копейки ой сохран какой хороший сороковой год смотрите какая прелесть а сохранчик просто супер наилучший вот что значит верховые не шурфа вот хожу а пока с эквеноксом ладно king у меня тащится последний снежок который можно поесть а он любит есть снег продолжаем и так ребят сейчас камрад подъехал проехать ник может ко мне я его окольными путями отправил у меня был сигнал в принципе глубокий долбить пришлось но и древесина лезет хотя это не древесина судя по всему это кость структура видите да волокно и ребята от перстня но самый распространенный рисунок перстень 18 век вот так вот есть пропускает да и сам лично здесь выбивал все абсолютно сигналов здесь не брали мои прибора и этот товарищ берет ладно продолжаем декингу продолжаем и так ребята вон камрад подъехал конкурент у него эквенокс тоже но венокс еще одну находку поднял избитого места и это нас нательный крестик лепесток хороший целый бодрый зачетный блин руки испачкал сегодня первый раз ну пойдет пойдет все таки есть находки я у него сейчас спрошу как настраивать прибор я до сих пор хожу на том режиме не могу превращаться на другой режим как все куда не знать вот так что него сейчас спрошу как он настраивать вообще прибор посмотрим итак ребята вон в ямке лежит замерзшая земля это у нас должна быть пуговка да так она есть но у вас и вот высыпал к жалко целая было бы орляночка был вообще зачет пойдет продолжаем серёга там пинг с собой взял видно находки пошли вот так вот мы походили но всегда я сезон открываю именно с этой деревне уже на протяжении 12 лет место бита в прошлом году копал всего-навсего две монеты но можете сейчас посмотреть что я здесь открываю всегда и что я здесь нахожу открыли мы сегодня сезон 2018 в принципе я считаю удачно цари всех эпох это место настолько выбито что здесь за радость за счастье поднять хоть одну монету здесь были именитые элитные приборы терки 705 фишеры 75 и адеусы и траки здесь чё только не было ходить с обычными простенькими приборами нет смысла но я хочу проверить на вшивость новый прибор который в этом году у меня будет в деле это ногтей импак вот и хочу узнать возможно ли и поднять еще что-нибудь между прочим это мой самый первый был клад всем привет это мой самый первый клад сейчас будем потихонечку доставать есть серебряные монетки и совет и 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 Мой клад самый первый, ё-май-ё, кто бы знал, ёж твою мать. Супер. Кто бы знал сегодня вообще ничего. Серебряные. Серебрышку. Сначала думал стекло разбитое, и звонко разбитое из стекла. Оказывается, здесь склад настоящий. Есть слипшийся. Е-мой-я, море. Я только раскопнул лопаткой. Назначено там, в глубине море. О-о-о. Пол штыка лопаты. Ух ты! В основном серебро. 20-15 копеек. Медные попадаются. Ох, тут их море. Их тут море. Надо лопаткой ещё копнуть. Вот мой кладик. Сейчас возьмём металл-искатерку. И ещё немножечко покопаем. Всё. Спасибо. Вот в этих просторах я сегодня обнаружил кладик. Примерно из 120 монет. 57 монет серебряных. 63 монеты медных. Ранние советы. Попробуй. 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 Удачный я сходил сегодня покупать. Спасибо за внимание. Смотрели? Ну а сейчас мы с Серёгой. Вот камрад Серёга. Здорово-здорово. Мой подписчик. Куда пошёл? Ребята, он там сильно развелась речка. Я боюсь сейчас Кинг залезть и его снесёт. Вот. И сегодня хотим посмотреть. У него Эквинокс тоже. У меня тоже Эквинокс. Я у него посмотрел, как настраивать вообще. Серёг, да? Я даже не знал, ребят, как переключить режим. В общем, сейчас равные условия. Походим. У тебя 600, да? Да. Вот. У меня 800. Вот. Он ходит на одном режиме, режим поля, а я хожу на режиме пляж. Вот. И посмотрим на результат. Равные условия. Абсолютно, ребята. Вот. Ну, конечно, опыт и неопыт. Это скажется, конечно. Серёга, конечно, победит. Вот. Ну, и в принципе, Серёга у меня тоже... Я ему должничок. Я ему должен какие-то подарочки сделать. Вот. И я ему в процессе, когда на чаёк придём, находки какие-нибудь отснимем, вот, придём на чаёк попить и обменяемся подарками, которые приготовили. Да, всё. Обменяемся подарками. Ладно, погнали. Посмотрим, чего здесь найдём. Ну что, ребят, хочу порадоваться за Серёга. Вот такую зачётную двушку он поднял. Прямо родная патьяна огонь. Сохран тоже. 1820, да? Или 30-й. 20-й, наверное. Вот. Хорошая двушка. Царица полей. Крупная монета. И это радует. Вот. А у меня копеечка советская. Я вам её не показывал, но смысла нет. Вот это вот есть чё. Ну что, с открытием сезона, с полноценной, у неё там две копейки было половинка, а сейчас целая двушка. Ладно, у меня прибор, ребята, умер. Вот из-за этого мне не нравятся навороченные приборы Deos, Eguinox. Хрен. Поумная. Ну что, ребят, хожу я уже с Гартом от E-Pro. Была копеечка советская. И вот, наконец-то, что-то крупное. Скорее всего, из разряда царской. Да, это у нас две копейки серебром. Николай первый, судя по всему. Ой, да. Зачётная монетка. К сожалению, вы её... А, нет. Это низкопрофильная двушка. Вот это сохран. Вот это бомба. 1856 год. Ого. Вот это, да. Вот это находка. Этому я рад. Зачёт. Класс. Ну что, ребят, мы продолжаем. Кинг у нас бутылки ходит, ищет, собирает. Да, Кингух? Вот. А Серёга, блин. Смотрите, какую красотку поднял. Ай-яй-яй. Я такие здесь поднимал в таком же классном сохране. 5 копеек, 1864 год. Низкопрофильная. Я только что двушку поднял, а он, смотрите, какой. Ой. Ой, какая, а. Я даже боюсь её тереть, чтобы зелёночку не стереть. Красота вообще. Смотрите, какая. Ну что, выход состоялся не зря уже, да? Да. Такой пятак, ёж твоя налево, а. Прям суперсохран. Шикарно, шикарно, да. Да. Это у нас веник, ребята, веник. Поздравляю, поздравляю. Пойдём дальше. Блин, вон у нас Серёге я подарил монетки, которую он выиграл, вручил наклеечку. Вон лежит у нас наклеечку нашего сообщества. Будет, надеюсь, на машине красоваться. Вот. И плюс там чапайчик. И монетки вот. Серёга скрывает. Вот красота. вот это вот. Блин, моя. Да, сахрановник очень хороший. Не затёртые, без царапин. А некоторых штемпельный блеск даже присутствует. Красота. Чапалин тут. Сейчас, Так, это 24-й, 23-й, 24-й, 25-й. Если я не ошибаюсь, 27-го и 28-го со штемпельным обрезком были. У меня прям копеечки остались. Так, это РСФСР-овская тоже, 23-й. 25-й. 24-й, 25-й, 23-й. Ну это, по-моему, прямо именно те года, которые ты это выиграл. Да, да, да. 24-й, 25-й, 23-й года, которые выиграл. Вот как вот. Ну я думаю, отберешь самый лучший и в коллекции сидишь. Да мне все коллекции пойдут. Все в коллекции? Конечно. А, я думаю, есть. Я все помогу. Ну, пиалоночки-то они шикарные, не всегда сенсорная хорошая. Ну не всегда. Они иногда пупрами покрываются, прям, знаешь, от старения. И вот, знаешь, такие, как бородавки прутные. На этом вот, видно со стороны присутствует. Еще слегка вождение на Бреске. Когда вот так вот играешь, можно немножко видеть вождение на Бреске. И в коллекцию все. Ну, не все, но ты сейчас скажешь, все в коллекции. Все в коллекции. Я узнал, что у Сереги огромная коллекция, ребят, огромная. Все в коллекции найдет. Ты мне скажи про свои коллекции. Что у тебя там, ты говоришь, полную коллекцию, какую-то собрал. У меня этот, библейка Советского Союза. Полная коллекция, да? библейка Российской Федерации. Юблейка Казахстана. Часть юбилейных монет США. Там часть только небольшая. Чечная есть. Ты скажи, какая у тебя самая вкусная находка? Ешь твоей налево. Самая вкусная, это самая дорогая на данном в моей коллекции. 7 рублей. 50 копеек. Ты, надеюсь, мне эту фоточку прикрепишь, я к видео приложу. Да, да, конечно. 50, наверное, золотая монетка. Да. Сохран хороший, ну, там есть потертости. Вот. Такие, ничуть страшные. Так прям, А мы, ребята, копаем в этих местах, как кальки, а люди находят золотые монеты. А мы, блин, все как без руки. 12 лет, 13 сезон, впустую, ни одного золота. Ладно, пойдем топтать дальше. Я думаю, видео не заканчивается. Продолжаем. Ну что, ребят, составилось открытие. Количество находок не радует, но радует то, что с этого места наковыряли вот такие вот приятные монеты. Самое приятное, это, конечно же, Серегин пятак. Вообще, бомба. Честно говорю, бомба. Новый орел. Затем у него еще двушечка. Хороший, нормальный. 20-й год. Вот такой обгрызок. У меня тоже есть такой обгрызок. Вот он лежит такой вот. Вот, по советикам у меня копейка 40-го, копейка 37-е, двушка 27-й. И вот тоже у меня тоже есть зачетная монета. Это 2 копейки, низкопрофильная, 1856-й со старым гербом. Вот, ну, собирал весь цветной сигнал, как такой уровень мне попадался. Жалко перстень, жалко. Крестик, лепесток нормальный. Вот, и вот донышко тоже забрал, донышко я тоже собираю. Вот, ну и как бы вот так вот весь цветной сигнал. Вот, ходил я напоследок, а убрал уже, ходил я, ой, сатэпроблен, рука устала. Вот, а Серега ходил свековиноксом и вот пятак дернул. Прям удивительно, удивительно, сбитого места пятак прям на видном месте я вообще в шоке. Я удивился, честно говоря, такому пятаку. Вот, как ты, Сера, открытие? Шикарно, открытие. Шикарно? Там нравится, понравился. Правда, земля отмерзла. Ну да, еще, ребят, еще как бы рановато, даже вот южные склоны, которые я всегда копаю, ну, промерзла. Через недельку точно можно, потому что следующей неделе у нас будет плюс 11, 12, 13 градусов, так что через недельку точно на выходные можно открыть. Ну, а пока в лесах у нас снег лежит, вот, ну, южные склоны открылись, но на штык, на пол штыка лопатой только копаема. Рука отсохла, кинг устал. Давненько мы не гуляли с ним так долго. Устал. Ну, ладно. Сейчас, что, Серега уезжает, а я, наверное, попробую, попробую еще. У меня аккумулятор, блин, так быстро сдох на Эквеноксе, и вот сейчас он там лежит, заряжается. Я думаю, быстренько он зарядится. Смотрите, что, ребята. Я не пью, это коллекция, коллекция в мою, в мою барную стойку. Огромное спасибо. Это у нас Серега дарит, поздравляет меня. Коньяк. Семизвездочный, что ли? Что это семь означает? Семилетний. Вот, коньячок к столу. Ай, упаковка-то какая, блин, залитая. Ну, надеюсь, мне понравится вкус коньячка. Итак, ребят, в общем, я решил ехать домой вместе с Серегой. Время сейчас пятый час, через час-полтора уже будет темно, и думаю, смысла нет оставаться. И решил вот записать в концовочку мое мнение по поводу Эквинокс 800. Хочу сказать, что реально хороший прибор тем, что в начале я копал с Эквиноксом. И он цеплял именно там находки, где раньше другие приборы уже не доставали. А Эквинокс показал себя с очень хорошей стороны тем, что выцепил то, что ранее до этого другие приборы не доставали. Повторюсь еще раз, открывался зон именно там, где раньше были находки, а сейчас иссякли. А Эквинокс доставал и я был удивлен. К сожалению, не везде сигналы были копаемые глубоко и может быть результат был бы получше. Под конце, когда приехали на эту деревню, Эквинокс короче умер. Вот, из-за этого я не люблю Деусы, Эквиноксы тем, что у них свои аккумуляторы и приходится их заряжать, например, от автомобильной зарядки. Вот, это, мое мнение, недостаток огромный. С обычными пальчиками, батарейками хлоп, поставил и все ништяк. А здесь вот пришлось мне брать старичка АТ-Про. В общем, открытие состоялось, я думаю, сейчас приеду, сразу видеоотчет сделаю. Немного, но, по крайней мере, неплохо, я считаю, потому что, как бы, место, повторюсь, еще раз, битая. В том году я всего-навсего поднял две монеты, а сегодня даже две советские копеечки, маленькие, двушечка, две двушки, царская и советская, пуговки, крестик, в общем, нормально, шмурдика достаточно много получилось, и, я думаю, что, открытию можно сказать, что состоялось. Вот, так что, не обессудьте, я не верховик, я шурфолог, ненавижу ходить по верхам вообще, сейчас я еду уставший, можно было покопать, квинокс немножко зарядился, можно было покопать, но нет, ноги гудят, правая рука отваливается с непривычки, вот, так что, я не люблю верха собирать, вот, пусть они хоть и есть, но нет, я шурфолог, и я получаю удовольствие непосредственно от копа на шурфах. Ну и все, ребята, все, еду домой, не так уж далеко выезжали, 35 километров, вот, познакомился с Серегой, вот, достаточно нормальный, такой адекватный пацан, и, как бы, адекватных людей я уважаю, и, как бы, веду дружбу, вот, так что, на этом все, всем пока, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok